Дорогие друзья, всем привет! Пришло время посмотреть вот этот вот коробок. Что это за коробок? Этот коробок, в котором у меня лежат семена. Да, сейчас уже время подходит к первой половине января. Пора задуматься уже о том, что я буду сажать, какие семена у меня есть и удобрения, и что нужно будет приобрести. В прошлом году я покупала семена как дорогие, так и дешевые. И, значит, часть из них я уже успела проверить. Сейчас я вот хочу их посмотреть, перебрать, сказать свои отзывы и решить для себя, что я буду сажать, что я не буду сажать в этом году. Это вот у меня мой коробок специальный для семян. Я покупала этот коробок у нас в сельском магазине за 410 рублей. Мне он очень нравится, он такой вот довольно-таки вместительный. Вот так что, вот такая вот красота. Да, значит, здесь у меня удобрение, феравит. Здесь у меня железный купороз, я ваша не скупала. Ещё феравит. Так, это что у меня? Так, ридамил от болезни растений. Я им пользовалась, кстати говоря, и он помог мне справиться с фитофторозом. Так, у меня хома имеется. Так, у меня имеется, так, микрофе железо. Так, и ещё железный купороз. Вот этот вот средний отсек у меня как раз для удобрения всяких разных и разных средств борьбы. Потом вот у меня есть такое средство, как гроза. 60 грамм на самом деле прекрасно помогает от слизней. У меня слизни появляются на петунях. И сжирают вот всё, вот цветок полностью и листочки тоже. Как только я вот обрабатываю грозой, рассыпаю вокруг горшка, в горшок сам насыпаю, всё прекращается моментально. Достаточно сделать это один раз. Я так плотненько прям всё усыпаю. Вообще классная штука. Так, ну здесь вот у меня тоже цветы, морковь всякие. Вот сейчас всё внимательно это дело пересмотрим. Итак, в прошлом году я покупала семена недорогие. Эти семена я брала в Ашане и стоили они что-то порядка одного рубля. Вот петрушка сажала, мне понравилась, хорошая петрушка оказалась. Прекрасно всё взошло, урожай шикарный был, заморозил и мне очень понравилось. Свёкла столовая, отличная. Вообще, если честно, я покупала, ну семена там 10, 15, 20 рублей свёкла стоила. Ну, урожай был, всё нормально, схожесть хорошая, но свёкла какая-то не сладкая, пресная была. Вот эта вот Ашановская же, марки «Каждый день», вообще прекрасная свёкла, очень сладкая. Мне она очень понравилась. Редис тоже был неплохой. Последнее время вообще семена вот берёшь, и они все в цвет идут, и практически не образуются редисин самих, вот очень нехорошие. А Ашановские, опять же, семена, ничего, нормальные редисочки были, всё было замечательно. Так, вот укроп тоже был очень хороший. И ещё мне очень понравилась Ашановская морковь. Это вот семена у меня остались. Тоже прекрасная схожесть, сладкая получилась, в отличие от семян, которые вот продаются в таких вот цветастых ярких упаковках. Вот семена марки «Каждый день» зарекомендовали себя с очень и очень даже замечательной стороны. Вот, и поэтому я вот когда вот ревизию полностью наведу, если чего-то мне не будет хватать, то я первым делом пойду смотреть именно эти недорогие семена, по рублю которые. Так что морковь мне понравилась. И вот буду её сажать, и я думаю, мне этого даже вполне хватит. Вот покупала совойскую капусту, но не удосужилась её посадить, потому что купила поздно, а здесь её нужно выращивать через рассаду. Растёт довольно-таки долго. А вот очень интересно вот эта совойская капуста. Надо как-то попробовать её обязательно посадить. Так, ну про укроп я говорила, по-моему, а нет. Я про петрушку говорила. Укроп тоже шикарно, прекрасно. Схожесть шикарная, прям урожай был очень и очень замечательный. Так, что у меня ещё? Цветы я эти вот астры я не сажала. Это я всё не сажала. Я единственное из цветов, что вот марки «Каждый день» посадила в прошлом году, это, как они называются, львиный зев. Тоже вот, прекрасно взошёл. Цвёлы жёлтый, белый, розовый, бордовые цветочки, прям очень хорошие. Тоже всё, говорю, цена смешная, какие-то вот копейки. Вот табак душистый у меня, матиола двурога, ещё табак душистый, флокс друмонда, флокс друмонда. Так, опять василёк, флокс у меня остался, ещё опять василёк. Вот гвоздика китайская, кстати говоря, гвоздику китайскую я сажала, она у меня не взошла. Так, ещё астра помпонная, флокентиум и ещё астра. Значит, это всё. Вот что-то я цветов очень набрала, прям не пожалела денег. Вот в этом году я не знаю, получится у меня посадить или нет, вообще загадывать не буду. Вот, кстати говоря, горох сажал, тоже хорошо взошёл. И огурец неженский тоже сажал, всё взошло прекрасно. В общем-то, я осталась семенами именно из Ашаны очень и очень довольна. Значит, получается, что огурцы у меня есть, цветов полно. Свёкла, морковка тоже покупать не буду. Вот. Укроп, петрушка тоже у меня есть, зеленушка кое-какая. Так, что ещё у меня осталось? Так, ну это уже из дорогих. Вот львиный зев, вот тоже надо будет посадить такой вот, именно рядом посажу, для того, чтобы чисто ради проверить, насколько они отличаются друг от друга. Это вот семена габариш, львиный зев. И стоили они, конечно, уже гораздо дороже, что-то рублей 15-20 или даже 25. Вот такие семена у меня, душистый горошек, маленький, маленький принц тоже, вот надо будет посмотреть. Очень люблю я бархатцы, очень люблю. Они шикарно смотрятся где бы то ни было, вообще прекрасно цветут, просто прелесть. Но в прошлом году я бархатцы сама лично не сажала, мне помогла с этим делом моя любимая свекровь. Она прислала мне рассаду, именно низкорослых, как я люблю. Они прекрасно цвели до самых заморозков, прям просто прелесть. Вот такие вот георгины надо будет попробовать посадить в фигаро, посмотрим, что они собой представляют. Вот, кстати говоря, сельдерей вот такой вот я покупала, тоже брала я его в Ашане, по-моему. Схожесть прекрасная вообще. Зашли абсолютно, прям практически 99% семян. Рассада получилась замечательная, корнеплодики тоже шикарнейшие получились. Еще семена у меня остались, они очень-очень мелкие, хоть 750 штук, так и есть. Огромное количество, то есть я еще и в этом году корневой сельдерей покупать не буду, через рассаду выручу. Прекрасно растет. Так, вот помидорчики у меня, вот семена. Ну такие я ни разу не сажала, вот. И вот такие еще тоже. Нет, вот такие у меня были. Ну ничего, обычные нормальные томатики неплохие. Так, что еще у меня осталось? А, вот кабачки, кабачки вот эти вот. А, это горох, что-то я вру. Это горох, сенатор. Надо будет посадить, у меня Илюша очень любит. Так, вот бычье сердце у меня еще есть. Вот, это хорошо. Так, что еще у меня из овощей есть? Какие томаты? Так, вот такой грунтовой, грибовский 1180. Холдостойкий сорт. Вот, надо будет приглядеть. Ой, очень люблю вот хурму. Томата, желтая, очень вкусная. Так, стеша F1. Вот, это была у меня такая вот, тоже хорошая, вкусная помидорка. Мне понравилась. Подснежник, не знаю, не помню. Вот, ну бычье сердце, они тоже какие-то вот все разные. Бывают вот хорошие, вкусные, мясистые, а бывают попадаются жильстые какие-то. Ну, я так полагаю, конечно же, качество семян не очень. Так, значит, все вот я перебрала. Что мне нужно будет купить? Обязательно мне надо будет купить семена кориандра. То есть зелени, вот разной зелени надо будет набрать. Затем этот самый, как его, базилик обязательно надо будет. Вот, собственно говоря, в принципе и все. Вот, и зелень, вот мы едим укроп, петрушка, базилик, кориандр. Вот, все. Остальное как-то не очень идет у нас. А это все мы едим с удовольствием. Так. Ну, собственно, все, можно сказать, что в этом году мне практически семена покупать не надо будет. Все осталось с прошлого года. Циркон и пин тоже у меня имеется. В прошлом году мы хорошо им затарились. Это очень хорошие средства, которые повышают иммунитет у растений, помогают бороться с разными заболеваниями. Вот, единственное, что у нас еще, вот фитоспорином надо будет хорошенечко затариться, потому что в прошлом году нас одолела фитофтора. Одолела просто. Если томаты я успела спасти свои, и мы нормальный урожай получили, все было замечательно, то картошка, картошка у нас практически погибла. Урожай был невысокий. И вообще такого раньше у нас никогда не было, чтобы именно вот картошка погибла от фитофторы. Даже если она и поселялась на картошке, то уже как бы к концу формирования самих картофелин. Вот, так что вот так вот. Друзья мои, делитесь своими задумками по поводу того, какие семена надо брать, какие не надо. Ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok